День рождения Я помню, что там было про волшебника на голубом вертолёте Бесплатно покажет кино С днём рождения поздравит И, наверное, подарит мне в подарок 500 эскимо Конечно, вспомнила я Эта песня пусть бегут неуклюже Там главные герои Чеброшка и Дена, которая играет вот на такой гармонии Так что слушаем историю А теперь об истории этой песни История создания песни такая Знакомый режиссёр как-то сказал мне Я доверяю тебе написать музыку Очень многие хотели, но я доверяю тебе Ты это ценишь? Жутко ценю, сказал Владимир Шаинский С испугом будешь сочинять музыку при мне А когда мне понравится, если понравится Потом мы играли в шахматы, сыграли пять раз серьёзных партий Играли до тех пор, пока мой мозг не перестал работать Этого он и добивался Начинать сочинять музыку надо тогда, когда рациональное начало отсутствует Когда всё строится на правом полушарии Я начинаю ему что-то играть Он послушал, говорит Чепуха Я сыграл другое, спрашиваю Тоже чепуха? Нет, это ерунда Дальше пошли Ерунда, бракодавра, билиберда Я совершенно разозлилась И говорю ему У тебя очень примитивное мышление Может тебе понравится что-то такое? И начинаю наигрывать Не глядя одним пальцем мелодию будущей песни Пусть бегут Он А ну-ка ещё раз Я ему сыграл то же самое Быстрее Он говорит Уже не то Я сыграл ему ещё несколько раз В итоге он говорит Принимаю Во вторник пойдёшь? На союз мультфильм На прослушивание Они послушают выразить свой восторг И всё Я прихожу Вижу огромный зал Полный совершенно незнакомых, серьёзных людей А поскольку я в то время был ещё неизвестный Никакого восторга, исключения я не увидел А секретарь сообщила мне Что у них такое правило Во время обсуждения автор выходит в коридор Я сыграл, пропел что-то Они с каменными лицами прослушали Это было так ужасно Вышел в коридор Жду Прошёл полчаса Наконец выходит режиссёр Володя, тебе придётся ещё раз Я захожу, мне говорят Вы очень плохо поёте Играйте, но не пойте Сыграл с полным набором Как симфонию И вышел Через полчаса режиссёр возвращается ко мне Володя, тебе придётся ещё раз Но не играя с полной Вот большой фактурой Сыграй мелодию одним пальчиком Сыграл Таким образом песня была принята Дошло дело до текста Поэт написал Я играю на гармошке А я говорю Что петь я играю на гармошке Это всё равно Что мы идём, мы поём И так понятно, что идём и что поём Пусть крокодил поёт что-нибудь неожиданно О пейзажах Африки Позвонили поэту И он написал что-то о ночных пейзажах Африки Я прослушала, мне стало что-то совсем худо Заставили поэта опять переделать Он написал что-то о дневных пейзажах Юго-восточной Африки Опять не то Наконец-то звонит режиссёр Говорит Володя, пойдёт Я играю на гармошке То есть как пойдёт Сказал Владимир Хватит мучить поэта Я ему отвечаю Ну ладно, пусть будет как будет Но запомни Кроме твоего крокодила Никто эту песню петь не будет Парадокс Но Словак Самой популярной композиции мультсериала Песенка крокодила Гена Про день рождения Написал вовсе не Успенский Причины были самые бытовые Во время работы над мультфильмом Писатель был в отъезде Недаром Шайанский говорил Что это был редкий в его карьере случай Когда он сочинял музыку Не видя перед собой текста По воспоминаниям композитора Свой знаменитый мотив Он сочинил под бдительным назором Режиссёра Качанова Причём сначала Качанов заставлял Шайанского играть Как мы уже это слышали Теперь надо было срочно сочинить слова И Успенский предложил по телефону Кандидатуру Александра Тимофеевского Так Тимофеевский был поэтом серьёзным То и стихи у него выше не очень-то и весёлыми Тут тебе и дождливый фон И сожаление, что день рождения Только раз в году Александр Тимофеевский говорил Я не хотел написать грустную песню Мне наоборот хотелось написать весёлую Но критики не раз отмечали Что минорные ноты характерны для моей поэзии На вопрос, почему она стала хитом Ответить не могу Я считаю, что удача песни В первую очередь зависит от композитора Кстати, больше всего претензий К Тимофеевскому было именно у Шаинского Первый вариант текста этой песни был такой Пусть непогода и дождь осенний Наводят скуку, сулят беду А мне не грустно, ведь день рождения Бывает только лишь раз в году Композитору категорически не понравились И тогда поэт написал свои классические строки Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам Впрочем, окажется, что и эти строчки Трудны для детского восприятия Некоторые малыши не могли понять Кто такие эти жуткие неуклюжи Один мой коллега сказал Что знает, почему не поют песни Современных композиторов Потому что они не думают о дыхании В песне пусть бегут неуклюже Надо умудриться брать дыхание И тем приятнее успех песни Когда это необъяснимо, непонятно Забавно, что когда в одном из эпизодов Мультфильма эта мелодия прозвучит В ритме марша У многих невольно возникает ассоциация С дореволюционным прощанием славян Несмотря на то, что крокодил Гена У нас ассоциируется с голосом Василия Ливанова На экране песни вспомнил Совсем другой актер Владимир Ферапонтов Дорогие ребята А теперь пришло время Послушать нам нашу любимую песню Про день рождения Итак, внимание Пусть бегут неуклюже пешеходы По лужам, а вода по асфальту рекой И неясно прохожим в этот день непогожий Почему я веселый такой Ах, я играю на гармошке У прохожих на виду К сожалению, день рождения Только раз в году Прилетит вдруг волшебник В голубом вертолете И бесплатно покажет кино С днем рождения поздравит И, наверное, оставит мне в подарок Пятьсот из кимо Ах, я играю на гармошке У прохожих на виду К сожалению, день рождения Только раз в году К сожалению, день рождения Только раз в году К сожалению, день рождения